Петербургская стратегия сохранения архитектурного наследия. Основные положения городской реставрационной программы фасада Петербурга – научные и технические мероприятия. Стратегия определяет основные приоритеты, критерии и направления деятельности по сохранению культурного наследия Санкт-Петербурга. Она раскрывает проблемы охраны, реставрации и использования памятников, ансамблей и городской среды, а также реконструкции нового строительства в исторических районах. Стратегия призвана обеспечить смысловые, правовые и процедурные аспекты преобразования и совершенствования городского ландшафта, сущность которых определяется формулой «сохранение через развитие, развитие через сохранение». Культурно-архитектурное наследие как фактор устойчивого развития Санкт-Петербурга. Исторический центр Санкт-Петербурга и связанный с ним комплексы памятников – первый в России и СССР объект всемирного наследия ЮНЕСКО. Без культурного наследия немыслина современная жизнь Санкт-Петербурга и перспективы его всестороннего развития. Наследие заставляет одну из главных сфер жизнедеятельности, во многом формирует особый менталитет петербуржцев, утверждает преемственность гуманистических ценностей, подчеркивает неофициальный статус культурной столицы России, создает мировой имидж города. Мобилизация экономического ресурса культурного наследия – основа городской регенерации. Высокие эстетические качества и степень сохранности исторической среды обеспечивают привлекательность Петербурга и его коммерческую ценность, служат залогом благосостояния граждан. Это должно выражаться не только в немедленной экономической отдаче и росте занятости населения в различных областях деятельности, но и в широком круге непрямых выгод, которые станут достоянием всего городского сообщества, дохода от управления наследием, реставрации, туризма и его инфраструктуры. Архитектурные шедевры Санкт-Петербурга. Художественно-промышленная академия имени Штиглица. Санкт-Петербургский буддийский храм. Дом Зингера. Особняк Юсуповой. Доходный дом Иофа. Основные положения городской реставрационной программы фасады Петербурга. Цель настоящей реставрации – долговечность результатов. Она достигается с помощью специальных технологий и материалов. По фасадам – силикатные, известняковые, красочные материалы, штукатурные растворы на извести, красители на минеральной основе, сезонность работ при температуре не менее 8 градусов по Цельсию, которые в обычной строительной практике не применяются. Средняя стоимость реставрации фасада – около 5 миллионов рублей. Цена одного квадратного метра – от 3 до 4 тысяч рублей. Соблюдение технологий и последующий грамотный уход за историческими строениями, регулярные промывки фасадов раз в 2-3 года, проверки состояния сетей, кровель, конструкций, крепления декора и немедленное устранение дефектов продлят после реставрационного времени эксплуатации до 20-30 лет. Несмотря на явные экономические и сохранные преимущества, метод профилактического ухода не практикуется, а потребность в очередном реставрационном ремонте возникает через 6-7 лет. Охранные практики, состав и предметы охраны. В целях идентификации Санкт-Петербурга как объекта всемирного наследия уточнены границы существующих зон, выделены наиболее значимые по своей историко-культурной ценности территории, их объектный состав и режим использования. Предметы охраны территории объекта всемирного наследия. Это панорамы и виды, воспринимаемые с набережных Большой Невы, видовые точки, с которых наилучшим образом раскрываются наиболее ценные ансамбли. Соотношение фоновой застройки с системой доминант силуэт города, композиционные оси и направление восприятия доминанта. Охраняются в застройке основные направления, с которыми наилучшим образом воспринимаются архитектурные высотные доминанты. На территории этих зон введены строгие режимы, запрет нового строительства за исключением мер, направленных на регенерацию исторической среды, и приспособление объектов культурного наследия. Запрет на изменение исторической планировки структуры улиц и лицевых линий кварталов. Строгие ограничения на реконструкцию объектов, представляющих историко-культурную ценность, зданий, лицевых фасадов, скверов и т.д. Угрозы и риски физической утраты архитектурного наследия Санкт-Петербурга. Угрозы физической утраты объектов наследия связаны с процессами естественного старения, которые ускоряют неблагоприятные климатические условия, атмосферные загрязнения, неконтролируемые урбанизации движений автотранспорта, вандализм и другие агрессивные действия, пожары, неуместность строительства в исторической среде. Для сохранности объектов культурного наследия представляет опасность также интенсивный туризм, приводящий к излишней нагрузке на объекты, помимо того, что пакубны тотальные реставрации, наносящие ущерб подлинности памятников и возможная некомпетентность реставратора. Дом на углу улиц Восточная и Жуковского называли домом печального ангела из-за крылатой нимфы со скрипкой на фасаде. Изящное каменное создание с тонкими чертами лица превратилось, как выражают городозащитники, в степную бабу. Меры и методы противодействия разрушительным явлениям. Ускорение физического разрушения наследия антропогенными природными факторами представляет угрозу его выживания и возможности быть переданным будущим поколениям. Диспропорция между опасностями, которые надо предотвратить, и средствами, используемым для этих целей, постоянно возрастает. Общие меры приостановления процессов разрушения. Сокращение источников загрязнения и вибрации. Отвод автотранспорта, ограничение парковок, запрет на движение транспортных средств вблизи особо ценных памятников, вывод промышленных предприятий, оздоровление и реновация индустриальных земель. Снижение уязвимости исторических построек с помощью качественной эксплуатации и ухода за конструкциями, защиты строения от погодных условий, устранения дефектов, ослабляющих структуру, допускающих проникновение и капиллярное движение вод. Эффективное использование зданий памятников, достойное их значение и не противоречащая сохранность. Запрет на применение непригодных и вредных материалов в реставрации, консервации и ремонте. Физическая защита, усиление дверей, видеонаблюдение, центры контроля и тому подобное. Систематические противопожарные мероприятия. Научные и технические мероприятия. Комплексная исследовательская работа, предваряющая мероприятия по охране исторического центра Петербурга и его пригородов, включающая анализ геологических, гидрологических, экологических, археологических, исторических, технических, социологических и экономических данных. Определение предметов градостроительной охраны, ценных и устойчивых элементов планировочной структуры, зонирования городской территории, мероприятия по завершению застройки неупорядоченных фрагментов городской среды. Появление предметов объектной охраны, отражающих особенности архитектурного облика фасадов, конфигурацию и габариты корпусов, исторические интерьеры, конструкции, элементы, являющиеся носителями мемориальной значимости здания. Корректировка реестра памятников, продолжение их учета и инвентаризации. Постоянный мониторинг всех процессов разрушения, изучение способов приостановки и причин процесса разрушения, сокращение количества загрязнителей. Формирование единой базы данных об историко-культурном наследии, обеспечивающей введение и корректировку реестра памятников, их исследование, учет, инвентаризацию. Введение базы данных информационно поддерживает мероприятия по выявлению предметов охраны, обеспечивает мониторинг использования и технического состояния объектов культурного наследия, историю их реставрации, сфотофиксацией процесса. Обеспечение связи базы данных об историко-культурном наследии с базами данных по геологии, гидрологии, экологии, поддерживаемой профильными городскими службами, а также с интерактивной электронной квотой Санкт-Петербурга. Продолжение следует...